Привет, народ! И мне пришла в январе уже первая посылка, которую я давно жду. Но вот пришла она неожиданно и уже в январе. Вот. Такая она, мятая. Но тут, как бы, пришла на 4 января. Заказывала я, напомню, это всё из заказа на 11.11. То есть, долго. Вот. Ну, я не буду, наверное, писать какой-то, как сказать, претензии продавцу. Всё-таки то, что пакет, как и задница, это не проблема продавца, это проблема нашей российской почты. Вот. И, собственно, здесь наклейки, которые я очень давно уже жду. Жду, не дождусь, можно сказать. Так. Вроде пусто. Такой просто плотный, заклеенный какой-то пакет. Вот такие наклейки. Печально, конечно, что они мятые. И самое удивительное, что мятые они все. Поскольку, ну, это почта России. Вот. Надпись здесь «Ручная работа с любовью». Значит, в комплекте идёт... Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь листов. Вот. Получается у нас сейчас три, шесть. Так. Тридцать штук на листе. Листов семь штук. Вот. Тут я точно не могу сказать. Двести десять. Получается, что они... Ещё один листик в подарок, что ли, дали. Да. Получается, что, наверное, листов должно быть шесть, по-моему, по заказу. Но пришло и здесь семь. Значит, один в подарок. Или нет? Ну, точно врать не буду. Короче, в принципе, наклейками довольно-довольно, что их много. Ну, к сожалению, они оказались мятые. Но это уже не вопрос, вот реально, то, что я заморочилась в прошлый раз. Это не вопрос, действительно, к продавцу. Это вопрос к нашей российской почте. К сожалению. Вот такие мне пришли наклейки. Мне просто, знаете, крик души. Вот насколько нужно быть, ну, неуважительным, наверное, человеком в своей работе, чтобы посылки кидать и обращаться к ним настолько некорректно, что, ну, вот, довольно плотное. То есть наклейки, они на плотной бумаге, сами по себе плотные. И эта стопочка внушительная, около 3-х миллиметров с толщиной запакована в двойной пакет была. Вот такой серый двойной пакет. Еще скотчем сверху замотан. Приклеена бумажка с адресом, плотная. Все это очень плотно. И все равно наша российская почта умудрилась помять этот довольно плотный, плотную стопочку бумаги, ну, так, что просто, я не знаю, как можно было обращаться с этой посылкой. Я помню, что один раз отправляла, слава богу, ничего не порвали. Ну, настолько плохое качество, ну, не качество, а плохое обращение. Качество наклеек очень хорошее, мне нравится, я по-моему, им довольна. Сейчас посмотрим, как отклеивается. Клеится тоже очень хорошо. Хорошо, хорошее сцепление. Я однажды отправляла в другой город степлянную тарелку с ручной роспищей. То есть я сама делала на заказ и отправляла ее по почте. Я запаковала ее вообще всеми возможными способами. И в пенопласт, и в пупырку, и еще газеты напихала, чтобы там пространства свободного не было, и чтобы она там как будто бы в невесомости лежала, эта тарелка. И какие-то распорки поставила, чтобы она не ерзала в коробке. И чтобы, если коробку будут бросать, чтобы она никуда не девалась и не ударялась от стенки. В общем, я, наверное, все возможные, какие существуют, материалы для упаковки, я все туда запихнула. Я жутко переживала, дойдет тарелка вообще в целости и сохранность до адреса-то или нет. Ну, в итоге все нормально было, слава богу. И, наверное, это все-таки благодаря той упаковке, в которую я все это запаковала. Ну, просто знаю, как это сама видела не раз. И точно так же, например, получала посылку. То есть мне на заказ сделали картину, я получила ее по почте. Рама развалилась на части. От картины отломан кусок. Пакет рваный. Почтовый пакет был рваный. Когда я на почте предъявила претензию, мол, почему упаковка нарушена, и когда я уже распаковала и поняла, что картина, собственно, ее просто выкинуть надо, вот, я за нее деньги заплатила, извините. Вот, а ее просто нужно выкинуть теперь. Ну, а что мне было сказано, типа, никаких претензий почта не принимает. Надо было упаковывать лучше. Просто вот, ноу-коммент. Знаете, еще есть прикол тоже на почте. Не знаю, как у вас, вот на нашей почте есть такая фишка. Ну, это такая юморная фишка, я даже не знаю. Значит, висит телефон, такой, знаете, 8800 и потом еще что-то. И написано, если вы стоите в очереди, в которой больше пяти человек, и вы стоите уже давно, то позвоните по этому номеру. У нас из тех, кто ходит на нашу почту, такая ходит, как бы, поговорка, что звони, не звони, а там нет никого на том конце. Это такой прикол. Потому что не важно, сколько ты стоишь в очереди, сколько в очереди человек, все равно смысла нет звонить по этому номеру. Там все время обед. Печаль, 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 у меня наша российская почта, и плюс еще какую-то фишку новую ввели. Не знаю, может быть, кто-то слышал по поводу того, что посылки какие-то без трекового номера теперь не будут напрямую присылать в Россию, а будут какими-то оконними спецами. Присылать либо вообще взимать за них плату с получателя. Если кто-то слышал о такой ересь, напишите в комментариях вообще, что вы по этому поводу думаете, и вообще это реально, или это просто прикол какой-то. Потому что я, когда эту новость увидела, пару дней назад, я буквально вчера заходила на сайт Почты России, и эта новость уже удалена с сайта. То есть это что, новогодняя шутка от Почты России, или просто неудачная какая-то новость? Вот. В общем, такая странная у меня реакция на эту Почту России, я просто уже достала. Иногда нет возможности пользоваться курьерской доставкой, есть только возможность воспользоваться Почтой России, но, к сожалению, Почта России из раза в раз все время разочаровывает. И чем дальше, тем больше. И интересно вообще-то когда-нибудь прекратиться. В общем, уже горло садится от возмущения. Поэтому не буду вас задерживать. Если вы слышали что-то по поводу этой псевдоновости, по поводу трекинговых и бестрекинговых посылок, которые приходят из всех, всем нам известных мест в России, собственно, из Китая в России, да, то пишите комментарии, давайте обсудим этот вопрос и вообще какие-то еще вопросы по поводу Почты России. И, собственно, напомню, что я заказывала наклейки. Цену и, соответственно, ссылку на них я оставлю. Очень они мне понравились. Я думаю, что обязательно буду еще заказывать у этого мастера, несмотря ни на что. Несмотря ни на то, что они пришли в таком виде. Но это не его вина, к сожалению. Может быть, к счастью, что не его вина. Так что, в общем, заканчиваю. Ставьте пальчики и подписывайтесь. И увидимся в следующих видео. Пока!